И всем привет, и с тобой Колонтайка, если что, играем в симулятор пчеловода в Роблоксе, и сегодняшний ролик будет посвящен, как у нас по стандарту, донату. Донату в Храм Ветра. Сегодняшний донат будет один единичный, и я думаю, он будет всё-таки ценный. Мы будем с тобой донатить атомную печеньку, она у меня в количестве одна штука, и она даёт стопроцентную возможность сделать твою любую пчёлку мутированной, причём даже не надо на неё накладывать радиацию. Смотри, у меня это... А, у меня всё, у меня все, да, есть? А, вот этого нету, давай, Бабл, поюзаем сюда штучек... О, смотри, у меня 96, я даже не знал, штучек 6 давай. Я всё-таки это оставил для других целей, но штучек 6 для ролика, может быть, сейчас и выпадет. Печеньки собираю, беспаливо, от медведя. Мишка всё-таки, он ценный даёт вещи. Так, смотри, 92, 90... О! Ха-ха! Замечательно всё! Всё просто классно! Я так понял, как получается вот эта халявная радиация. Это, если что, радиация у меня была абсолютно бесплатной, то есть я даже сюда неон-бэрин не юзал. А как она всё-таки получается, я так думаю. Кстати, смотри, что надо сделать. Может быть, ещё и мне и тут повезёт. Даймонд-Би. Ну ладно, ха-ха-ха, на халяву Даймонд-Би получил. Как радиация получается? У всех мутированных пчёлок есть шанс стать радиоактивной, я так понимаю. И она, когда становится радиоактивной, она потом всех остальных заражает. Кстати, мне помогли, разобрали, ну, объяснили, как и что, и что даёт. Но я так понял, пока я видел три, четыре, точнее, вида мутированных пчёлок. Это красная пчёлка, которая даёт атаку у нас. Атаку даёт. Кстати, спид, интересно, кто-то даёт. Интересно, какая-то такая есть мутация. Вторая пчёлка у нас даёт жёлко. Это у нас даёт конверсию. Да, конверсию, всё правильно. Третья, это зелёная, самая популярная. Она даёт нас, получается, сбор. Сбор. Сбор этой пчёлки. Это прикольно. И, получается, четвёртый... А, четвёртый. Четвёртый вид, это синий. Это энергия. Я так понимаю, но всё-таки должно даваться нам вот это вот спид. Спид ещё пятый должно быть. Но у меня, ребята, ещё не выпадало. Поэтому я даже не знаю. Я не тестил это на самом деле. Поэтому... Поэтому вот так вот. Что касается пчёлок. Обязательно... Вот такая... Вот такие вот у нас дела. Вот. А... Да. Да. Всё. Погнали, погнали донатить с тобой печеньку всё-таки. Так. У меня всё замечательно. Всё хорошо. Смотри, что у меня... Где у меня эта печенька? Где у меня эта печенька? По поводу фрога, которого я обещал задонатить, обязательно задонатим. Обязательно задонатим, но на следующий донатик. Потому что тут предметов, ингредиентов на самом деле не так много. Поэтому решил всё-таки сделать вот такой вот... Ну вот такой вот замечательный ролик. Поэтому... Так. Донатим. Чего там дали? Чего дали? Ничего не понял, что дают. Дали бусты. 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 Ну, фигня дали. Бусты. Но, в принципе, было ожидаемо. А... Было ожидаемо. Дали бусты. Я, знаешь, на какой пойду? Конечно же. Скорее всего. На паукана. Но если он мне выпадет, правда. Не выпал мне паукан. Ну, тогда понадеемся на бамбук. У меня бамбук где-то по квестам есть? Нет. Нет у меня бамбука по квестам. Хотя, вот это go blue flower. Сейчас проверим. Сейчас проверим работу. Блин, пинтерей. Пинтерей. Ёлочка. Ёлочка упала. Ёлочка! Вот тут это нужно делать? Или вот тут можно? Давай попробуем. Посмотрим вот это вот с go связано. Давай. Проверим. Если что, тогда я тут буду фармиться. Я просто не знаю, где мне фармиться. Где хоть что-нибудь? О! Нет, не работает. Поэтому по-любому пойдем на... Ой, лягушка сидит. Ты что тут застряла? Эй! Ха-ха-ха-ха-ха! Лягушатник. Лягушатинка. Вот. Поэтому сейчас по... Фармимся тут. Фарм! На самом деле сейчас идет очень классный и топовый. Мне очень нравится. Так, сейчас заюзаем что-нибудь прям классное, топовое и офигительно. Нужно только... С моста по... Это, по полу, чтобы получилось. У нас все это... Все это юзлка. Как-нибудь, как-нибудь что-то... Что-нибудь такое классное получилось бы и офигительно. Так. Надо что-нибудь еще заюзать. Так, мне нужен по-любому. Знаешь, что мне нужно? Кокосик. Энзимка. Давай эту тоже, потому что я буду бегать по-любому. И... И что-то еще. А, все. Ну все, давай так вот. Вот так его. Свой, какая лягушка бешеная. Да, по-моему, она не моя была. Одна не моя лягушка. Одна моя. Тут две лягушки. Ха-ха-ха. На вызывал лягушек тут. Одна не моя. Она уже тут сидела, я так понял. Она просто тут куковала. Че куковала непонятное. Давай пока поюзаю конвертеры. Фарм на самом деле стал намного выше. Все фармят прям вот как боженьки. За день 20 миллиардов набить сейчас теперь на изи. То есть в два раза быстрее, в два раза лучше, больше и все дела. По поводу Мишки. Мишка очень офисительный. Кстати, давай посмотрим его возраст. У меня возраст 19 часов у медведей. И я не знаю, скоро буду отмечать его первый день жизни. Хе-хе. Надеюсь, он будет очень приятный. Какой-нибудь бонус даст. За то, что он день у меня прожил. Не знаю, хоть какие-то бусты, бонусы давали бы. Или что-то такое. Хе-хе. Был бы тоже, конечно же, приятно в этом, в этой игре. Так что обязательно, обязательно что-нибудь поделаем такое. Так что надо еще, знаешь че? Я думаю, все-таки... А это че такое? А, это у меня так, у меня есть это все. Давай, она может быть сейчас еще позаражается. Ой, фестивалочка. Может быть сейчас... Ой, смотри, там сколько лягушек. Там лягушки просто опрыгали. А, там еще и прыгунишка прибежал. Прыгунишка, спасибо тебе. Давай мне еще эти, как вот там? Бабы? С бабами-то мне еще лучше пойдет все. Ой, еще подарок. А там не мой что ли был, да? Там же не мой подарок был. Ой, как приятненько. С подарочком фармиться. Ладно, ребят, встречусь буквально через секундочку. Когда уже закончится у меня весь этот фарм. Сколько нафармлю, я там даже, честно, не запоминал, сколько у меня было в начале. Поэтому, как надоест, так и надоест. Это первое. Так, и будем, знаешь, что с тобой еще поделаем сегодня в рамках этого ролика? Мы с тобой еще поделаем... Как его там? Биттерберри, эти, мутацию. Мутацию мы с тобой поделаем обязательно. Потому что я что-то думал это сделать на стриме, но что-то не хочу на стриме. Я думаю... Во, видал как, видал появились эти вот эти штуки? Вот это вот. Вот этот столбик, и который вот тут стоял столбик. Я так, кстати, не догнал, почему именно так появляются. Опять начал играться, и опять начал пользоваться вот этими штуками. Это реально офигительная тема. Раз в 15 минут можно за один тикет потратить... Ну, то есть разгрузить весь свой рюкзак. И как ни странно, вот в данный момент это очень актуально. Потому что рюкзаки у всех очень большие, огромные. И сдаваться... Сдаемся очень долго. Но, кстати, по поводу сдачи. Что-то где-то ускорилось. По-моему, из-за подарков, и разгружаемся на самом деле немноженько побыстрее. Поэтому, в принципе, нормально бегать, разгружаться. Нормально, на самом деле. Все, ребят, встречусь буквально через секунду. Будем с тобой делать мутированных пчелок. Надеюсь, что будем делать. Надеюсь, что мне попадутся они. Ну, вот я доформил себе 20 миллиардов. Я не знаю... А, еще не закончился даже буст. Ну, мне что-то уже надоело немножко фармиться там. Плюс еще арестнулся вот такой вот замечательный гамми-росточек. Ой, клей, клей, это круто. Это круто, клей, это круто. Действительно, очень круто. Ой, второй клей. Два клея за росток. Это очень классно. Плюс еще фиг знает, сколько гамм-дропов. Но вот, получается, на один еще клей. Получается, три клея, получается. Круто, круто. Рестнулся он просто так, сам по себе. Никто его не вызывал. Это просто замечательно. Поэтому ни разу не обидно, если кто-то прибежал. Вот, так. Смотри, давай посмотрим, сколько. Сколько, 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 сколько. 100... А, нет, я думал, 144. 63 гамм-дропс. Так, а я нахожусь уже непосредственно возле своего улья. Мы с тобой сейчас будем закидывать в него, наверное, неон-бэрри вот эту вот штучку. А на какого? Давай на вот этого, на фотонку. Потому что фотонку я 100% менять не буду. И закинем на нее неон-бэрри. Сделаем ее радиоактивной. И будем давать биттер-бэрри, да? По одной штучке, я думаю. Это выгодно. Когда-нибудь что-нибудь да выпадет. По поводу шанса. Я еще раз повторяю. Шанс 1 к 120. Поэтому, но мы уже выбили. И это замечательно. Еще кому потратим? Кто у нас? Леоню, Леоню. Мы не будем никуда девать 100%. Леоню у нас остается. Оставляем Леоню. И на него теперь тратим вот эти вот биттер-бэрри. Наша цель сделать каждой пчелке, которой мы не будем ни разу ничего делать, менять ее, сделать каждой, с каждой сделать мутацию. Ну а потом уже, ребят, потом уже разбираться, какая мутация топ, какая не топ. Когда уже выйдут какие-нибудь гайды по этому поводу. Когда мы кучу мутаций наберем. Какие вообще бывают у этих пчелок мутированные свойства. Какие вообще реально топовые. Я так понимаю, топовые все-таки атака. Это для какой-то части людей. И второе топовое это сбор. То, что мне действительно нравится. Ну, в пчелках. А там на самом деле фиг его знает. Вот сейчас что выпало? Синяя. Я не помню, что такое. А, это энергия. Энергия тоже, кстати, вещь такая неплохая. Но ее можно добавить квестами. По-моему, у полярного мишки. Он добавляет там энергию каждому пчелке. Ко всем пчелкам. Поэтому вот так вот. Так, давай поближе, кстати. Поближе, удобней. Вот так вот делать. Добавлять битерберри нашему Лене. Надеюсь, что сейчас что-нибудь цена да выпадет. Лене, конечно, хочется атаку добавить. И как бы... Потому что это все-таки атакующая пчелка. Но она нужна нам для атаки. Поэтому хочется ей добавить все-таки атаку. Проверяем. Сколько там? Уже 65. Уже много, кстати, вогнал. Шанс. Шанс без... Вот мы можем также кормить нерадиоактивную пчелку. Любую другую пчелку. Но шанс будет, ребят, 1 к 1200. То есть вам нужно 1200 штучек потратить битерберри. Чтобы 100% была она мутированная. Ребят, это очень много. Ну, это я прочитал на Вике. На самом деле, это, скорее всего, с теста взято. Поэтому не факт, что это на самом деле так. Может быть, она там что-то поправила. Может быть, что-то исправила. Поэтому это взято, ребят, не из головы. Вот эти вот цифры. Так, мы добавили как раз сбор. Да, если не ошибаюсь. Это у нас сбор. Да, это сбор. Ну ладно, неплохо, неплохо. Пускай будет сбор. Так, у нас еще нету вот этих пчелок. Я думаю, вот эту заразить пчелку неонкой Берри. Нет, не эту. Вот эту пчелку неон Берри заразить. И давай погнали дальше. Битерберри скармливаем кобальту. Или колбальт. Кобальт, да, кобальту. Я бы, конечно, хотел бы еще скормить красной пчелкой. Как вот там, вот этой. Кримсону. Но проблема в том, я просто вижу, так думаю, что сейчас от Леона она может быть... Так и так сама заразиться. И я не буду тратить радиацию, да, на нее. Но, кстати, уже неплохо. Уже больше пчелок стали мутированными. Это, конечно же, дает нам какой-никакой плюс нашему улью. И это все просто шикарненько. Так что все, в принципе, офигительно. Так что погнали дальше. Наверное, вот на этой пчелке... Ой, смотри, там что выпало. Ты видал, что выпало с медведя? Медведь нам дал один микроконвертер. Это круто. Медведь на самом деле топовый. Мне, вот, до сих пор нравится, как вот, не знаю, а что. Мишка наш. Так, ну, надеюсь, что сейчас что-нибудь тут выпадет. И все, я ставим эту затею. На хорошей нотке закончим, так сказать. Давай. Я в тебя верю. Кримсон. Кстати, я Кримсона уже пытался... А, нет, я... Не Кримсон. Я вот это вот пытался. Фестивальку сделать. Мутированный. Не получ... Не получилось. Так, 30 пчелок осталось. Ой, 30 биттерберри осталось. Фух. Как по поводу доната. Ну, так сказать. В принципе, понравилось. Смотря как эти будут печеньки падать. Если это печенька будет пипец какая редкость, тогда не понравилось. Если печенька достаточно будет частая, ну, то, что она будет падать с каких-то боссов, мобов, тогда я скажу тебе, ну, нормальный донат. Обычный донат, ничего такого Филипесова в нем не увидел. Вот. Но неплохой. Неплохой, что прям... Фу. Все-таки я считаю, до сих пор у меня в голове самый топовый донат. Это, ребят, по мне, это облачка. Облачка самый топовый донат. Может быть, потому что оно так и задумалось, чтобы донатить облачка. А, и, кстати, облачка как предмет топ. Мне вот нравится очень сильно. Я его очень часто использовал в свое время. Смотри-ка, блин. Ты что такое? Вот что с тобой не так? Так, ну, что с тобой не так? Мы хотели... Мы хотели все сделать красиво. Но ты нам не сделал мутированную пчелочку. Клубничка упала. Смотри, как приятно. Клубничка упала. Так. Ну, смотри-ка, она не делается радиаци... Это, мутированной. Мутированной. Ну... 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 Ну, так, это не честно. Это просто не честно. Я... Я уже много их потратил. Я... Я много этих штучек потратил. Чтоб ты не сделалась мутированной. Обидно. Честно, обидно. Все. Потратил все... Все эти штучки. Но мы с тобой сделали одну... Одну мутацию и вторую мутацию. Поэтому, в принципе, я... Хотя бы с двух мутаций получил. Хотя шансы 1 к 120. Поэтому мы должны вообще, по идее, были... В хорошем случае 100% одну получить. Но там, потому что у меня 96 их было. Поэтому, в принципе, все нормально. Ой. Ой. В принципе, все мне понравилось. Давай посмотрим, кто со мной находится на сервере. Со мной находится на сервере... Намра. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Слава. Робинский. Роблокс. Влад. 384. 777. Герев. Калантайка. А, кстати, смотри, у него сколько у Влада. Офигеть! Влад там наблатыкал их. Фига себе ему везет. Вот это везучий парень. Ха-ха-ха. И ВД Олег. Вот это, кстати, везучий парень называется. Я вот такой пчелку себе хочу. По-любому себе сделаю. А обязательно сделаю себе. Вот. Но, а с тобой был Калантайка. Не забывай писать комментарии. Не забывай поставить лайки. От твоего лайка зависит, будем ли мы следующий донат донатить. С тобой фестиваль БИИН. То есть, росточек фестивальный. Надеюсь, уже все, кстати, задонатили его. И уже знают, что там с него выпадает. Ну, а с тобой, еще раз повторюсь, был Калантайка. Не забывай ставить лайк. Не забывай писать комментарии. И всем, ребят, пока-пока.